Наступило лето, и библиотека Жернакова рада предложить вам большой обзор книг, в котором главным героем выступает книга. Первая книга – «Лунная тропа» писательницы Сары Джео. История о мисс Джун Андерсон, вице-президенте крупного банка. Ее тетя оставила в качестве наследства книжный магазин с интригующим названием «Синяя птица». Этот книжный магазин полностью поменял жизнь молодой женщины. Ну а в какую сторону вы узнаете, когда прочитаете эту книгу? Мы уверены, что интересный сюжет точно не оставит никого равнодушным. Следующая книга тоже посвящена книжному магазину. Здесь вы познакомитесь с Мэдди Хэнсон. Как вы считаете, можно ли встретить среди покупателей книжного магазина свою любовь, того самого единственного и неповторимого человека? В этом произведении вы также встретите немало отсылок к разным книгам английских, американских, французских и даже японских писателей. Узнаете, как называется психологический тест на проверку художественных произведений. И, конечно же, найдете ответ на вопрос. Можно ли встретить свою любовь в книжном магазине, в книжном клубе или в библиотеке? Перед вами одна из книг немецкого писателя о вымышленном мире – Замонии. Мечтающими книгами здесь называют антикварные книжные фонды, которые, на взгляд книготорговцев, были уже не совсем живы, но еще и не совсем мертвы, а находились в неком промежуточном, подобном сну, состоянии. Здесь читатель сможет задуматься и перебрать в свои памяти те книги, которые вроде бы уже не актуальны, не интересны в наше время. В этом городе мечтающих книг стали популярны экскурсии по таким фондам. И особо привлекать внимание людей к ним уже не нужно. Людям самим было весьма любопытны эти книги. Книжный грот, книжная машина, живые книги, хлопающие страницы, путешествия в библиотеку. И все это в виде фантастического мира. Имена героев выведены в стиле немецкого фольклора. Книга будет интересна тем, кто изучает немецкий язык, его культуру, любит фантастику и фэнтези и неравнодушен к книге. Перед вами следующая книга. И абсолютно каждая глава в этом произведении начинается с эпиграфа, в котором приведена цитата из самых разных книг. Из «Сонет и трагедий Шекспира», из «Острова сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона, из «Гордости и предубеждения» Джейн Остин, из «Таинственного сада» Фрэнсис Вёрнетт. А также из «Питера Пэна». А главную героиню этого произведения зовут Дарси. Сразу как минимум две ассоциации приходят на ум. Но тут речь пойдет о девушке по имени Дарси. У Арии недавно не стало мужа, и она нашла исцеление в книгах. Она очень романтичная натура и любит читать любовные романы. Она задалась целью со своим самым что ни на есть настоящим книжным магазином исколесить мир. Но что может быть лучше, чем путешествие вместе с книгой? История Арии дарит читателям веру в настоящую дружбу, в любовь и счастливое, благополучное будущее. Кстати, Ария путешествует по Франции, а следующая книга называется «Плиотека в Париже». Действие романа происходит в два временных отрезка – 1939 год и 1984. Главная героиня – девушка по имени Адиль, француженка. Она работала в американской библиотеке Парижа. Да, такая библиотека действительно была, и в конце книги есть даже несколько фотографий того периода. 1939 год. Начинается Вторая мировая война. Жизнь людей, жизнь самой Адиль и жизнь с собой библиотеки кардинально меняется. В главах, посвященных 1984 году, мы также застаем Адиль и узнаем ее историю жизни из первых уст. Завершает наш обзор книга, которая была экранизирована в 2018 году. Написана она в виде писем, переписка которых велась в 1946 году, после окончания войны. Автор идеи книги – Мэри Энн Шефнер. Она родилась в 1934 году и не понаслышке знает о том, что происходило в те времена. Долгое время она работала с книгами, была и библиотекарем, и редактором, и продавцом в книжных магазинах. В 1980 году она решила написать книгу. Первоначальная идея книги у нее была совершенно другая, но когда она стала смотреть документы военного периода, она решила написать книгу про годы оккупации на одном из островов. Но только спустя 20 лет у нее получилось написать эту книгу, а помогла ей в этом ее племянница Энни Бироус. Мэри Энн Шефнер не стала в 2008 году. Ей было 74 года. Сама книга вышла спустя 5 месяцев после смерти ее главного автора. К сожалению, сама Мэри так и не увидела свой многолетний труд в виде книги, а потом уже и сам фильм. Это произведение не только дань памяти Мэри Энн Шефнер, а дань памяти всем людям, которые погибли во Второй мировой войне, а также всем тем, которые выжили и продолжили жить, преодолевая все трудности на своем пути. В библиотеках вас ждут еще немало книг, но в своем обзоре мы обращаем внимание именно на эти. Как они чудесно оформлены. Очень приятно держать их в руках, пристать, читая. Желаем вам приятного, доброго летнего чтения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!